Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видеофайле мы с вами, дорогие друзья, разберем игру знаменитого бас-гитариста группы Motorhead Lemmy. Посмотрим, как он играл на басу, как он формировал свой звук, какие ноты он выбирал, и как можно получить хотя бы чуть-чуть похожий звук на звук бас-гитары Lemmy из группы Motorhead. Ну что ж, давайте же начнем. Конечно же, Lemmy является знаковой культовой фигурой, особенно для мира рок-музыки, хард-рок-музыки и металл-музыки, и стабильно входит во все топы музыкальных журналов, как влиятельный бас-гитарист, повлиявший на многих молодых музыкантов и многие группы более молодые. И я, на самом деле, выбрал этот разбор сегодня, потому что постоянно в комментариях мелькало вот этот вот посыл, что вот Lemmy, вот Motorhead, там мы ждем, вот хотим. Постоянно мелькало, наверное, больше всех вот я запомнил. Я, конечно, не считал, но вот у меня запомнилось, отложилось это в памяти, что вот Lemmy... Я решил сделать, в общем. Хотя я такую музыку не слушаю, это не мой стиль, я не играл никогда на перегрузе даже в жизни. Вот сегодня попробовал, собственно, послушал Motorhead, поиграл партии в ник, почитал какие-то статьи, посмотрел видео, концерты, в общем, чтобы подготовиться, изучил стиль игры Lemmy, и с этим хочу с вами сегодня поделиться. И у меня сложилось, знаете, такое впечатление, что вот Lemmy, это вот как... Он, у него цель такая была вот, как это, нарушить все каноны бас-гитары, понимаете? То есть, если бас-гитарист, например, классически играет с бочкой, то Lemmy не играет с бочкой, он играет там с хай-хэтом. Если классика бас-гитары игра, например, аккомпанементов на низких нотах, то Lemmy играет как на ритм гитары, включая дисторшн. То есть, вот такое вот у него нестандартное мышление, и это одна из таких причин, что он стал влиятельным, узнаваемым бас-гитаристом. В общем, сегодня мы и разберемся в этом всем. Субтитры сделал DimaTorzok Начну я сегодняшний рассказ по традиции со звука. И первое правило звука Lemmy гласит побольше дисторшна. В звуке должно быть бас-гитары. И Lemmy в один прекрасный момент решил, что у него должен быть, наверное, самый грязный звук на бас-гитаре, поэтому он добавил перегруза в чистый звук и побольше, выкрутил средних частот, чтобы звук был более колючим, таким агрессивным, подчеркнуть вот эти средние частоты. И, собственно, этим самым получился вот этот, получился такой своеобразный узнаваемый моторхедовский звук бас-гитары, который, ну, перепутать с кем-то сложно, с каким-то другим. Естественно, он использовал медиатор, и я сегодня тоже для этого видео играл на медиаторе. Собственно, для меня это сложное испытание, для меня это вообще необычно, я на медиаторе обычно не играю, но ради вас я это делаю и, собственно, тоже развиваюсь, между прочим. Поэтому это все не зря, считаю. В общем, звук Lemmy. Кстати, если вы хотите получить прям такой же звук, как у Lemmy, то у вас не получится, скорее всего, потому что Lemmy использовал стек Marshall ламповый, также у него был именной бас-рекингбекер 4004, 4004, легко запомнить, потому что первый процесслый Intel были тоже 4004, я думаю, вы запомните. Также он использовал медиатор от 1 мм, миллиметры выше, чтобы звук был более агрессивный. У вас не получится, конечно, такой звук, но я лично для этого видео зашел в интернет, скачал первые попавшиеся бесплатные дисторшены и записал на них. Но это даже не для того, что я пытаюсь сделать звук такой же, как у Lemmy, нет, а чтобы как бы стилистические особенности подчеркнуть, конечно, у меня не получится такого звука. Также Lemmy играет в ми-бемоле, строй, когда нам нужно опустить на полтона струны. Ну, это комфортный такой выбор для тяжелых стилей, во-первых, потому что петь низким таким хриплым голосом удобней и более гармонично звучит, а во-вторых, можно и струны потолще поставить, и будет комфортное натяжение. Поэтому такой для тяжелых стилей нормальный вариант. Но у Lemmy есть и свои именные струны, свой комплект, между прочим. Я посмотрел, что это за струны, и там такой необычный выбор калибровки. Там первая, вторая струна, она чуть-чуть потолще, чем стандартный размер, а третья и четвертая струны от стандартного 45-105. Такой выбор необычный. И я думаю, боюсь предположить, что это для того, чтобы павар-аккорды звучали помощнее. Именно когда Lemmy играет павар-аккорды, чтобы был более мощный звук струны потолще. Но я могу ошибаться, мне так кажется. В любом случае, струны, они доступны, кстати, и можно даже протестировать их для любителей такого тяжелого хард-рока. Следующее, что мы рассмотрим, это выбор ноты. Здесь хочется сказать, что Lemmy не играет каких-то сложных гамм, не играет каких-то замудренных ступеней, там какие-то третьи на окта выше, децимы такие шестые, какие-то сложные, непонятные. Он играет максимально просто, эффективно, и главное в его выборе ноты, это чтобы был мощный звук. И здесь в основном он использует это минорная пентатоника. И изредка добавляет проходящие блюзовые ступени, особенно в каких-то сольных моментах, где он играет соло. Например, блюзовая гамма. Вот такие моменты. Для того, чтобы соло, оно должно быть соло, отличаться от аккомпанемента. Поэтому добавляются какие-то ноты, которые более яркое звучание создают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Очень важный момент это тональности. Так как Леми играет в дропе, и тут видно, что вся группа подстраивается под его игру, под его партии, потому что в основном тональности соответствуют вот этим вот открытым струнам. Ми бемоль, ля бемоль и так далее. В основном самые основные песни, хиты именно в этих тональностях. Это делается для того, чтобы можно было использовать открытую струну и добавлять более мощное звучание. Игра открытых струн это очень важная часть стиля игры Леми, и без них трудно себе представить классические рифы моторхед и песни. Например, смотрите, можно сыграть риф с открытой струной. Или тот же самый риф я могу сыграть без открытой струны или перенести на четвертую струну. Согласитесь, вот так. Громче звучит, мощнее. Ну и, конечно же, игра пауэр-аккордов. Куда же без них в тяжелой музыке. Пауэр-аккорды нам здесь на басу позволяют добиться мощного плотного звучания, близкого к звучанию ритм гитары. И можно даже сказать, что Леми это один из таких популяризаторов пауэр-аккордов на бас-гитаре. Он повлиял на многих другие группы известные. Например, тот же Blink-182. Вот я снимал, там очень много от Леми. У Марка Хопуса вот эти вот дрынчане это все делал еще Леми. Это все вот это влияние, в том числе Леми, сильное. Поэтому пауэр-аккорды, кто забыл, что такое пауэр-аккорды, пауэр-аккорд это у нас простой аккорд, состоящий из первой ступени, пятой ступени и еще раз первой ноктавы выше. И все это можно играть одновременно. Либо можно только первую пятую. Тут зависит от контекста, от цели и задачи. Если нужно более грязное звучание, можно сыграть и... Если нужно почище, можно сыграть так. То есть тут опять же выбрать, какая динамика нужна, какая песня, какая часть песни и так далее. Какая аранжировка, что вы хотите получить. На каких эффектах играть, на каких инструментах еще. Можно продолжать до бесконечности. Дело личное. Вот, собственно, на пауэр-аккордах мы и закончим данное видео. В заключении хочется отметить необычайное трудолюбие и плодотворность группы Motorhead. Они записали, по-моему, точно не помню цифру, но больше 20 альбомов в студийных. Это, конечно, очень много. Не каждая группа на такое способна. И тут, конечно, дополнительный такой респект, дополнительное уважение возникает в связи с этим. Напишите в комментариях, кстати, сколько точно альбомов в студийных написала группа Motorhead. Интересно будет почитать. Вот так, дорогие друзья. На этом сегодня все. Видео заканчивается. Я думаю, что сказал все, что хотел. Также, конечно, не получится скопировать стиль игры Леми, естественно, потому что ну, не получится. Можно только чуть-чуть приблизиться, взять какие-то определенные вот эти вот фишки, которые мы сегодня разобрали в плане формирования звука, какие-то определенные элементы, посмотреть на них. И это будет полезно. И, может быть, где-то даже использовать в своих каких-то песнях, как-то в свой стиль игры это все внедрять. И, может быть, на выходе получится у вас что-то уникальное. Вы вот возьмете оттуда фишки у этого бас-гитариста, у этого, у того, у пятого, у десятого. И в итоге у вас получится и свой какой-то стиль вы сформируете. Какие-то свои любимые фишки найдете во всех этих стилях. В общем, тоже, я думаю, в этом плане видео полезно. Итак, по традиции не забывайте все вот эти мероприятия. Там подписка. Обязательно заходите на Boosty мою. Там будет по традиции опять же нотное приложение. Ударные минуса к этому видео. Все как обычно. Не забывайте, заходите. И много чего того, что на YouTube нет, там тоже есть. Вот, также группа ВК, Telegram. Обязательно проходите, подписывайтесь. Это очень важно для канала. Как-никак. Все. Всем, дорогие друзья, любовь, доброта. Всем пока.